Ну что ж, дамы и господа, всем приветствуем. Кобычно, Дмитрий, мы продолжаем, кстати, Викторию 2 за Кэша. Всё кобычно. Так вот. Единственное, только был некоторый перерывчик небольшой. Ну и как небольшую неделю где-то. Ну, чуть-чуть меньше, наверное, дней 6. Как-то так. Вот. Так вот, потому что из-за перепада напряжения умерла ведюха. Вот, купил новую, уже поставил, похвастаться. Вот так вот. Не Рокфеллер я, конечно, не могу позволить 1080 Ti какую-нибудь дорогущую. Но 1060 вполне таки. Вот. Поставил. Это первая запись на данной карточке. Вот. Да будут проклятые, мерзкие ублюдки, которые шастают по нашим всяким будкам трансформаторным и вызывают перепады напряжения. Может, недавно холодильник по этой же причине сдур. Вообще печалька какая-то. Так вот. Ладно. Нам надо... Нам надо... Нам надо как-то... Кирды Аленбекер. Не знаю, сейчас... Сейчас у нас мировая воевашка, насколько я помню. Надо... Надо, не знаю, как... Russian... Десант. Помощно. Так. Талии верной союзник просит помощь в третьей итальянской войне за восстановление контроля над папскими провинциями. Ну, удачи Талии, я пожелаю. И пойму их предложение. Так. Мизуло. От Мизуло отойдем. На всякий случай. Да, эти чуваки как раз туда и бегут. 16 января, 20 января. Да, мы успеем. Чувак, стой. Не надо, Мизуло пока. Друг. Бейкер Сити, 28 января. У нас Кирды Ален, 30 января. Как-то так надо подойти тогда. Подловим мракобесов адских. Да, успели. Успели, подловим. Все будет хорошо. Так, а у нас еще... У нас еще, у нас еще... Да, у нас тут еще были люди, которые... Всякие африканские территории, британские, хавают. Тут никого вообще. Вообще. Все в Европе воюют. Так что это наш шанс. Изменить мир к лучшему. Мы как раз можем еще Гибралтар хапнуть. Клево же. Так. Из нового Орлеана можно еще новую армию... Направить. Заниматься великими делами. Ну, тоже куда-то сюда, наверное. Потому что немцы справляются в Европе. А мы будем помогать... Как-то тут разбираться. В Африке. Там дядька Султан еще, по-моему, воюет. Мы выиграли битву за Брекер Сити. Так вот, да, друг? Дорогой мой. Валла-вала. Мы что-то еще... Какие-то пароходы, что ли, заказывали? Надо будет посмотреть, что я там понастроил. В каком-то заливе. В каком-то заливе. А мы... А, нет. Мы не пришли к первому полюсу. Но снарядим экспедицию. Надо пингвина в Брапсту отправить. Все такое. А, это же северный полюс. Ну, медведи белых тогда. Сиэтл. Управляемся в Сиэтл. Морские батлы за нами. Это здорово. Это хорошо. О, мы можем... Слушай, мы что, серьезно? Мы можем пройти по Канаде. Она с нами не воюет, но мы можем пройти. Да. Слушай, я не знаю, стоит такую гигантскую армию туда. Отправлять. Это же север. Давай... А, вот этих вот конников направим. Быстреньких маневренных. Сейчас они выиграют. Молданс, конные земли. Здравствуйте, Кэша. Это кто такие вообще были? Какие-то бунтари появились. Даже не объявили. Восстание. Ладно, они еще тут. Загибраут армы. Битву выиграли. Пикет стройных дам. А не знаю, что там бывает даже. Ты посмотри, еще какие-то появились. Прям там же. Хулиганы какие. Какие хулиганы у нас тут живут. Прибыли еще братишки. На Малагу. Сгоняем. Тут на лужу. 72 кораблика. Краблики, кораблики сюда. У нас тут истощалка. Но это ожидаемое. Сейчас Блэйк Чарльз людей сведу. Надо, кстати, с Мексикой повоевать еще. Потому что у нас все новые президенты проходят посвящение в люди нормальные. В нормальные президенты. То есть в клуб президентов. Все такое, да? Именно после войны с Мексикой. С Мексикой. Так ведь всегда у нас было. Каждый президент хотя бы одну войну с Мексикой проводил. И надо бы и нам тоже. Ну-ка, получить казус Белли. Да, у нас нет никаких бесчестей и прочей фигни. Так что нормально. Переживем. Сазву вот этот ударный отряд. Переброшу. С артиллерии которой. Да и второй тоже можно. Куда-нибудь сюда. И еще. Так, нет. Эти парни. У этих парней ответственная задача. Ладно, давай тогда и регулярчиков еще. Направим. Все. В качельку технологию. Еще. Что это? Кордова? Серьезно? Какое название? Испанское. Фиг. Стратегия управления. Классическая теория. Экспрессионер. Преос престижа. Опыт. Мы, кстати, много чего уже докачали. Мне что-то казалось, что мы дольше будем. Больше всяких технологий еще прокачивать. Ну, давай. Давай. Престиж. Прошу прощения. И там уже разберемся. Вот. Так вот. Ну, а пока у нас тут такая размеренная, в принципе. Тактическая пауза. Потому что никаких мракобесов я чуть в данный момент не вижу. Кто из с нами могли бы воевать. Можно рассказать о планах на будущее. Скоро же в отпуск все-таки ехать. Мне и ужас. Кто-то может подумал, что будет как в прошлом году. Что видосов опять не будет. Но нет. Коли вот такая вот бяка случилась еще, что я не мог вообще ничего сделать из-за того, что видеокарта полетела. Я... О, приоритет же надо еще поставить. И я сделаю предзагрузочное видео с чем-нибудь интересненьким. Ну, хотя... Кстати, мы еще, может быть, не успеем добить кэша. То есть, кэша обязательно выйдет в это время. И еще что-то интересное. Посмотрим, что. Посмотрим, что я еще пока не решил. Но что-то интересное. Ты. Кого бы нам? Нам, солдатам, надо бы поддержать. Блин, я ведь все солдат поддерживал. С другой стороны, это приносит свои плоды. Они нормально себя... Замечательно просто ведут. И на поле боя настоящие образцовые профессионалы. Мэдисон, исконная земля. Понял ли я? Ты моя исконная земля. Так. О, кстати. Это тоже территория Святой Руси. Так что ее можно потихонечку осаждать. Выключил преследование повстанцев. Тайная полиция. Замечательно. Банковский контроль. А можно, кстати, уже что-нибудь просить? Или нельзя? Почему мне ничего не дают? Война не идет хорошо. Очень даже хорошо война идет. Просто замечательно. Пограничный инцидент в Мексике. Что-то я чувствую, что кроме мексиканских территорий мы ничего не получим. Хотя они даже никак не связаны с тем, что нам тут с вами предлагается завоевать в этой Великой войне. Не, давай-ка я, наверное, обойдусь. Тут что-то никакого сопротивления нет. Враги все в Европе воюют. Пока так, хватит. Тут даже дядька Султан ходил. Воевал. О, три. Три девки. Тут мы вообще сопротивления не встречаем никакого. Но мы, мы такие парни, мы, видишь, гуляем по территориям, которые никого не интересуют, по сути. Движение за предоставление прав женщинам для иммобилизации, вот, по-моему. Что там, женщины в армию не захотели бежать. Это кто у нас? Креммунисты. Креммунисты восстали. Ясно. А мы, между тем, на Аляске сейчас что-нибудь хапнем такое. Хоп, шлезом и кровью. Выгрызайтесь в землю, мои дорогие. Go to Jakutat. Я бы Аляску забрал. Вот Аляску я бы забрал. Видишь, мне не дают ее забрать. Кстати, как там Италия поживает? Что она творит? Фигася. Вот это... О, вот это вещи. Ясно. Так. Италия. Италия, кстати, невеликая держава. Она вылетела. А! Она выиграла уже, что ли? Хе-хе. Фабскую область никто не стал защищать, видимо. Ну ладно. Поздравляю. Поздравляю Италию. Но Великая война все еще продолжается. Это мы с вами, как типичные американцы, тут уже без разницы, Янки или Дикси, мы пришли на все горячее. Пришли, хапнули вкусные какие-то территории. Западная Трансильвания. Кризис. А с чем-то связано. Кто-то, кстати, хочет территорию хапнуть. Дядька Султан хочет Тибриз. Возвращение Румынии и территорию Австро-Венгрии. Я бы поддержал Румынию. Но надо посмотреть, что там Германия думает. Все такое. А, всем плевать. Меня даже не спросили. Мы воюем, наверное, поэтому так. Поэтому так. Да, мой маленький мексиканский друг. Мой маленький мексиканский друг. А мы такие. Хопа. Какие повстанцы еще гуляют, честно. Коммунист французский. Нет, коммунисты пусть гуляют. Ладно. Разрешаю коммунистам гулять. А вот мы увидим французскую коммуну. Красная звезда в городе Ричмонд. Новая газета. Что за мерзкая бумажонка? У меня ее дали, чтобы завернуть бутерброд. Явно. Явно поэтому дали мне эту газетку. Хия сафари. Еще и львов каких-то там в рабство взяли в клетки, потом поместили. Они у нас радуют диксенский глаз. Престиж плюс ноль-ноль один. Слушай, нормально, однако. Престиж. Это круто. Престиж is cool. Другое дело, что нам ничьи... О, наконец-то. Это место под солнцем, наверное? Аляска. Да. Забрать Аляску Российской империи я хочу. Все. Мы Аляску заберем. Заколоним ее. Настоящие истинные конфедераты. Ларедо выиграли битву. Можно на Парагвайчик повлиять. Сейчас. Мы это и сделаем Кордова. Топаем в Кордову. Все. Анархический Парагвай будет под защитой КЩА. Классно. Оп-оп. Оп. Пеком. У-у-у-у. У-у-у-у. У-у-у-у-у-у. Золотой Руси тут коммунисты. О-у-у-у-у. Вот это прикольно будет посмотреть. Слушай. Это интересно. Интересно. Как на Золотую Русь все поучились. Так вот. Ну и бедных вражек тоже. Мочат. Так. Сменяемся. Не. Давай я тебе наваляюсь. Все-таки маленький друг. Как-никак. Победный счет. Мне нужен. Может мы что-нибудь еще заберем. У всяких интересных личностей. Так. Выиграли. Отлично. На хлопковых плантациях. Давай. Вот так. С мексиканцами нам еще придется подождать сколько-то времени. Но нас кстати не раскрыли еще. Удивительно. Удивительно. Но нас пока еще не раскрыли и все. Вроде как в нашу пользу идет. Продолжает идти. Идем забирать Кюнаи. Я еще могу цели войны добавить. Ну надо бы посмотреть. Ну надо бы посмотреть кстати. О. Россиюшка. У Россиюшки есть территория на северном Барнелло. Интересно. Мы могли бы с Барнеем повоевать. Потом. Забрать Барнейский северный Барнелло. Такие. Типа Филиппин. Будет у нас. База. У США была на Филиппинах. У нас будет. Вы поняли где. Место под солнцем. Северный Барнелло мне нужен. Пожалуйста. Поднять. Берем северный Барнелло еще. Счет 88%. Мы побеждаем таки. Это отлично. Бразилия. Извини. Но пока дружить с тобой я не планирую. Психоанализ. Зигмунда Фрейда. О нет. Мы получили целую единичку бесчестия. Янки получили мученика. Казнить его. Немедленно. И немедленно. Взять и казнить. Крупное открытие экспрессии. Психоанализма. И террористы у меня еще появились. В плане. Закон об имуществе. Люди уже выиграли оккупацию. Сейчас нам будет пойти. Еще погулять. Забрать в Бриташке было бы хорошо. Тут что-нибудь такое. Это что? Натал. Натал Зулузленд. Или давай Южный Кап. Южный Кап. Да. Южный Кап забрать было бы хорошо. Но вот эту штуку тоже. Слушай. Без нее как-то печально. Без нее как-то печально. Давай. Давай Натал Зулузленд пока. Если это место под солнцем. Да. Вот. Натал Зулузленд. Вы заплатите за свою недальновидность. Сейчас пойду эту территорию сразу захапаю. Чтоб нам счет капал. Во. Замечательно. Чисто за колониями. Охотимся. Мы никакой особой силы не встречали. К счастью. Поэтому так. Вот тут дядька Султан. Сраже. Все. Русичьи победили. Они победили русичьей. Храбрых. А у нас появился захват региона. Нам будет веселее. Нам будет интересней. Сейчас. И вам тоже. И нам и вам. Всем будет интересней. Потому что мы объявляем войну. А что за регион только забирать-то будем. Вот это. Как у нас. Нуэволион. Нуэволион пожалуйста. Давай сюда. Мне нужен твой Нуэволион. Тебе все ясно. Латинос. Абсолютно. Сэр. Да? Правда же. Да. Фига тут у меня. А. У меня армия еще на кораблях есть. Ммм. Не. Не надо. Не армия на кораблях. Это время. Давай мы этих парнишек отправим уже на Мексику. Война выиграна. Все воевали в Европе. Друг с другом. Поэтому. Поэтому. Ничего страшного я думаю уже не случится. Единственное только у нас что-то медленно дотекают резервы. Еще вот эти Мексикашки прибрутся. Помогать. Своим друзьям. Будет печально. Бежим забирать в Фейербанкс. Кстати у Россиюшки было бы прикольно забрать знаешь чего? Вот отсюда. На Камчатке. Территории. Коль мы против России. И все такое. И чокотку прибрежную. Было бы интересно. Так. Так так. Тут людей слишком много. Сюда от Виктория. Так сюда. Часть. Войск отведу. Куда они? В Санкильо. Недачная экспедиция. Еще разочек. Попробуем. Мой друг. Бруно. Гиль. Хрен какой-то короче. Давай бежим сюда. Валить мексикашек. Хьюстон. Вихав. Э. Проблем. Небольшой отряд. Еще туда стену. На всякий пожарный чисто случай. В Монтерей. В Монтерей. О. В дожде. Там же. Сепаратный. А. Сепаратки заключили. С Бритахой и с Фрахой. Писарусь. А. Все уже. Все закончилось. Все закончилось. Уже. Я даже. Чучучку. Проспал этот момент. Увлекся. Войной с мексиканцами. Надо сказать что. Да. Да. Мы получили. Аляску. Мы ее не купили. Мы ее получили. Смекалочкой своей. Вот это правда не получили. Но ничего. Будет повод. Повоевать. Еще. И. Вот эту фигню. К сожалению. Нам не дали. Ну. Главное. Что дали нам Аляску. Я на это рассчитывал больше всего. Остальное это. Со временем. Мы получим. Потом. И кровью. Так вот. А нам. Тогда надо плыть. Знаешь куда. В Монровию. Нам надо плыть. И туда же я скину. Вот эти войска. Хопа. Еще можно реформы. Какие нибудь. Вкачать. Ну-ка. Что вы думаете. Мои дорогие. Что вы думаете. 6% населения хотят зарплату повысить. Процентик. Примерно хочет. Это. До восприны. Это 0.32. 1.65. 1.03. Ну. В принципе логично. Все хотят зарплату. Следовательно. Получаете. Но вообще. Больший процент людей. Наверное. Хочет. Рабство. Отменить. Но это противоречит нашей идеологии. Так что. Так что нет. Пожалуй. Первыми. Снова к первыми к полюсу. Что-то. Ивент какой-то сломанный. Когда мы играли в мегакомпанию. У нас все нормально тут было. По-человечески. Теперь все. Несколько упорото. Катредик. Преследуй повстанцев. В случае чего. Я тебя не буду забирать. Помоги мне в случае. В случае какой-нибудь страшной. Хрени. Канзас-Сити. Исконные земли. Со мной хочет дружить Гондурас. Вы не поверите. Гондурас. А. Он меня еще не. Он еще и не пускает наш отряд домой. Ох вы твари. Ох вы твари. Сколько тут кстати. Страшных воин идет. Господа мои. Гондурас хочет со мной дружить. Ну хорошо. Я буду с тобой дружить. Я буду с тобой дружить. Но не за бесплатно. А я теперь буду тебя. В свой. Клуб. Избранных. Принимать. Все. Теперь мы кстати можем пройти. И пройти не просто так. А взять и топачулу осадить. Например. Это будет эпично. Текс. Антимилитаризм. Еще какие-то уроды гуляют. Мешают нам жить спокойно. Выиграли. Гритфоллс. Исконная земля. Как граждане объединяйтесь. Где мой флот? Куда он? Куда он уплыл? В флотилии. А, она в битве? Нет, они в битве. Она красненькая что-то. Была. Я уж испугался. Что идет какая-то битва у нее. Но нет. Все. Хорош. А ты кто такой? Хотя в принципе не важно. В агуа хрень какую-то уходят наши враги. Ой, ой. Ну-ка. Нашу бравую кавалерию отправим. Повоевать. За земельки, которые у нас пытаются отжать. Какие нехорошие дяди. Граждане, а что? А что это вы заглючили такие? Я же вас сюда всех приглашал. В Манровию. Да здравствует Креща. Объединяйся. И плыви. Я тебя прям на фронт доставлю куда-нибудь. А, в Лореду я тебя отправлю. Во. Замечательно. Подожди. Мы объединимся тоже. Надо грамотно эту войну привести. Максимально собрано и максимально грамотно. Поэтому вот так вот. Больше престиж, пожалуйста. Романтизм, процедура банкротства. Куча всякой полезной фигни исследовали. Так. По тоси мы проиграем. Если я сейчас срочно людей не направлю. 14 сентября прибудут. Блин. Все равно мы проиграли. Осаду. Чуть-чуть буквально не хватило нам. Удачи. Мерседеса и дачи не хватило. Но ничего. Ничего страшно. Мы навалимся и победим. Только сперва придется еще с коммунистами по всей стране сразиться. Ну ничего нам не привыкать к трудностям. Всяким разным. К нам антреи, пожалуйста. Президент покинул этот мир. Так. Выиграли, выиграли. И тут выиграли. И даже технологию вкачали. Ну-ка, Мексика. Я с тобой на этих условиях, в принципе, согласен. Договориться. А-а-а. Опять стопроцентный счет нужен. Ладно. Хорошо. Не, на самом деле не хорошо. Потому что... Потому что у нас, господа, очень тленная ситуация получается. Сюда Твиттурию идут все эти дяди. И мы тоже еще вот этих ребят тоже куда-то сюда направим. Где мой флот? Где мой... Где тебя носит? Давай, я тебя в Новый Орлеан, а потом разгонять повстанцев. На парольном. Тебе надо приносить пользу. Обществу. В Мотомороз. Теперь топы. Мы уже генеральные... А, еще тех, что мы вкачал уже, да. Мы даем уже генеральные сражения. Тут самую малость дел поделать осталось. Видишь, у нас... О, на югах, парни. Всякие разные территории. Так, я их на Мехико направлю. Мексика уже ничего не может. 41... 41 очко мощи. Это вот эти, наверное, 18 бригад и есть. Которые у них тут сидят. Все, они уже ничего не умеют. Ничего не могут. Вот, снова Мотомороз. Вы, граждане, топайте, коммунистов давите. Сейчас еще на Монровию сгоняем. О, новые реформы. Кто что хочет. Че, вы зарплату не хотите уже? Разхотели? Я удивлен. Так, 2, 028, 155, 090. Школьниками хотите стать? Ну, окей. Хотите в школу? Скорее, ладно. Будет вам школьная система. Принята. Этих парней мы... А, наконец-то мы их разгромили. Господи, я сто лет ждал, когда мы наконец-то их разгромим. Так вот сделаем, поосаждать надо. Все, у них армии нету. Ну, или есть, но где-то... А, нет, нету. Все, мы раздолбали. Рездербанили. Прямо так. Всех этих дяденек нехороших. На эту серию, наверное, все. В плане Великих Воин. Гондурас, ты где? У Гондураса еще коммунистов оставим. Надо бы... Надо бы помочь с коммунистами. Это кто такие еще? Реакционеры мексиканские еще появились. Ясно. Ясно, что нифига не ясно. Здравствуйте, Кеща. Тык. Ясно. Что по счету? Я думаю, мы не сможем добавить целей. Опять. Не знаю, что-то как-то по-дурацки получается. Мы будем за каждый регион воевать постоянно. Это уже... Это немного скучно становится. Мексику можно было бы уже аннексировать. Ладно бы, дали бы эти 20 бесчестий, допустим, дали бы. Ладно, я бы понял. Я бы понял, что я плохой парень, бэдбой. Я бы, черт возьми, аннексировал бы уже эту Мексику. Нет. Не хотят. Не хотят по такому пути разработчики идти. Блин, я еще и рифмоплетом стал. Давай-ка я вот что. Я сейчас коммунистов подавлю. Гондурасских. Думаю, все будут довольны, если мы их раздавим на кусочки. Порвем. Все такое. Дальше будет период мира. Видимо, какое-то время. Ты офигел, дядя? Да. На период белого мира, опять же, будет обрезочка. Более. Будем аутировать. Ну, как аутировать. Будем техи качать. Сейчас с деньгами-то нормально. С промышленностью. Ну, я особенно ничего страшного не могу сделать. У нас консерваторы сидят в основном. Большую часть они занимают место в парламенте. Поэтому так. В принципе, ничего там страшного нет. Дружок-то куда? Ага, вот он. Прямо на фронт направляют людей. Снова экспедиция у нас там какая-то неудачная получилась. Топаем в Пуебло. Работайте усерднее или же с умом, конечно же, работай. Работай с умом. Надо понижать все эти агрессивности, сознательности. Он мне снова сейчас белый мир пришлет, наверное. Дурачок. Дурачок. Да? Да. Прикинь. Он мне говорит, что... Слушай, давай-ка забудем об этом всем. Вы классный парень, вы же Дикси. Нет. Нет, дорогой мой. Ни при каких условиях. Мой мальчик. Мой сладкий. О-о-о-о. Какие страшные вещи. Коммунисты творят. Сейчас мы еще станем кэша, только не конфедеративным, а коммунистическим. Это будет забавно. Кого мне в качестве президента ставить? Рид еще мелкий был. В эти славные года. Так. Стекает. Давай престиж. Давай престиж наращивать. Нам надо спасти Ричмонд. Стараться. Где он тут у нас? Вот он. Нельзя, чтобы они взяли Ричмонд, иначе будет что-то плохое. Кстати, а это реально коммунисты или кто-то другой? Не, коммунисты. Конфедеративные. Ну, кстати, еще не всех вернули домой. Остался небольшой отряд. Небольшой отрядец. А мы технологию вкачали. Мы молодцы. Банковский совет. О, кстати, можно уже всякие магазины ружья прокачивать. Это то, что надо. Это сейчас обязательно. Там еще какая-то технология нам танки даст шанс на изобретение. Ее надо скорее вкачивать. Все такое. Что, Мексика? Может, хватит уже? Кстати, стоимость мира до... Стоимость мира 99, а не 100. Но все равно пишут, что 100. Это немного странно. Убиралов станет большим. Давай. Посмотрим, что они могут. А, они могут, кстати, хорошие вещи нам предложить. Не, не хорошие. Запрета рабства не будет. Мой дорогой. Мой сладкий. Мой сладкий маленький друг. Так, мы сейчас еще вот так сделаем. Это же кавалерия, она быстрая, она должна всех их в капусту порешить. Так вот. Вот этот отряд отправим уже на повстанцев. Что это у нас такое? Я был рожден под властью государства Киша, всю жизнь носил конфедеративные одежды и выручил конфедеративный язык. Нифига себе. У нас свой конфедеративный язык. Я готов умереть за свою страну. Так. Ну, конечно же, мои верные подданные. Так, я всем стесняю сознательность и земные войска. Матификатор до 30-го года. Да, давай. Отлично, денежно. Образить все силы на ее осуществление. Вот так вот сделаем. По-моему, клево. Да. Либералы, конечно, фигню какую-то предлагают мне. Какую-то фигню. По полам, пожалуйста. Оп и оп. Сознательность уменьшится. Да, здравствует. Национализация. Еще людишки. Немножко у нас тут такие. О, все. Господи. Ну, эволион наш. Рабство, пожалуйста, распространить. Население будет счастливо. Кстати, а еще мы можем в кубе создать регион. И куб тоже получает статус штата. Замечательно. Просто великолепно. Все, давай вот этих парней всех отправим преследовать нехороших дяденек, коммунистов. И после этого мы... После этого мы тогда ненадолго прервемся. Потому что будет аутизм. Сферический, вакуумный. Эквадор хочет дружить. Ну, давай. Эквадор. Дружи. Со мной. Тебя бы посферить надо. А, то у нас посферим. Так. В клитере. По-моему, он уже был коммунистический. Или у него там кислородный коктейль какой-то прям. Взрывной. То одни приходят в власть, то другие. Дожди. Так. Ход осады. Ну, может успеют. Может успеют. Колумбия хочет дружить. Давай. Колумбия. А ты что такое? Что, тоже из сферы отлетела? Она в сфере была. Она почему-то не хочет дружить просто со мной. Слова союзник. Не знаю. Так иногда бывает. Я просто не замечаю, что кто-то со мной союз порвал. Это те не Европа-Универсальс, где за тобой следят. Каждый шаг проверяют. Кстати, вы что в стальках вкопанные? Давайте домой, а потом... А потом повстанцев бить. Они сами себя не уничтожат. Тампу все-таки взяли. Враги наши. Чуть-чуть мы не успели. Так, можно взять высыпку. Так, продолжим. Горите. Горить хочет дружить. Тоже пролетари... Пролетарии хотят. Все хотят пролетарии со мной дружить. Что поделается, будет слово. Все такое так. Люди пошли. Вроде кого-то мочить. Нет, не пошли. Нет, слушай, я... Я что, не выделил? Ой, дебил. Ладно. Карагуа. Карагуа, давай. Давай, по-хорошему. Вроде войну выиграю. Вроде все супер было. А я забыл этих дебилов взять. Ладно, коммунистов мы вроде бы осадили. Победили. Да, тут осталось только вот парочку территорий. Буквально. Голодовка с фражисток. Насильно накормим их. Сейчас. Да здравствует Кэша. А, кстати, смотри. Люди хотят реформ наконец-то. Что, зарплату хочешь? Нет? Не хочет. Они хотят безопасности производства. Чтобы ручки никому не оторвало случайно. Да, именно. Ну ладно, давай. Ну все, вот нормально. Спасли нашу нацию доблестную. От коммунистов. Так что, ненадолучка прорвемся. А потом продолжим. По-любому будет эпично. Тут нас позвали. Ну, понаблюдать. За избиением бедная маленькая австра Венгрии. И параллельно предлагают новую реформу. Ну-ка. Сейчас посмотрим. Может, чего-то интересное. Школьники хотят. Полную школьную систему. Ну что, посмотрим. Посмотрим, как Австро-Венгрию унижает. И немец. Давай посмотрим. Это застает Кэша. Кстати, это война Италии. Она за Истрею решила повоевать. Такие дела. Тут что, Хорватия воюет. Но у них там своя война. Бриташки, может быть, что-нибудь да сделают. А все, закончилось. А вот Хорватия, Хорватия, я так подозреваю, уже все. Британия, потому что, видишь, она ультра слабенькая. Ну, Австро-Венгрия потянет, потянет. И Хорватия все-таки, думаю, забьет. Но пока что время. А у нас тут совершенно внезапно, под давлением Бельгии, Польша высвободилась. Вот так вот. Такая вот великая Польша. Так еще и в сфере бельгийской. Вот это самое жуткое. А сейчас вы понаблюдаете над тем, как бедный маленький Вертенберг сейчас разорвут просто на мелкие кусочки. Потому что... Потому что Германия умудрилась всех союзников позвать в эту войну. Сейчас просто разорву беднягу. Бедный маленький Вертенберг. Ну, у меня параллельно еще восстание. Ну, такое еще себе. Помню себе обыкновенно. Нифига себе, Вертенберг лидирует. Он может навалять бедным немцам. А нет, все, уж не сможет ничего не сделать. Британия, иди в задницу. Я тебя никуда не пущу. Технологии. Технологии. Мы все докачали технологии военные. На танке так и не исследовались. Пока. Ждем изобретения. Ждем изобретения. Все. Так, генералы мы пынули подальше. Швейцария такая длинная. Но, тем не менее, тем не менее, немцы своего добились. Вертенберга больше нет. И тут потихонечку уже идем мы к концу. Ну, серия Люксембург нам тут внезапно сообщил о событии Третьего Пути. Сила в единстве. Правительству слабо нам нужна партия, способна объединить народ. Вернуть национальную гордость, не будучи обманутой сладкими обещаниями либерального капитализма. Партия Третьего Пути или попросту фашисты пытаются получить место в верхней палате парламента. Такой вот опасный Люксембург, который... Нифигасе у него тут армия. Ну, в общем, вы сами понимаете, он готовится мир захватывать в последние 30 лет игры. Пожелаем ему удачи. Ну что, господа. Остается совсем немножко времени. Сейчас мы на Мексику еще один казус были с Клипаем, потому что в скором времени новый президент придет к власти. Все такое. Надо будет еще у меня войска подвести дополнительные на всякий случай. Не, ну, эти мексиканцы уже ничего не сделают. Они такие себе. Ну, мало ли. Мало ли что. Надо будет провести, наверное, мобилизацию потом. Или еще войска подвести. Посмотрим. Посмотрим. Подумаем. И реформочка. Ну, реформочка. Ну, зарплату мало кто что-то хочет. Обеспечение в производстве хотят. А нет. Все хотят стать школьниками. Докачать школьную реформу. Окей. Нет. Здесь бесчестие. Ну, да ладно. Не, я думаю, мобилизации хватит. Мобилизацию приведем. На всякий пожарный случай. Людям надо иногда брать в руки оружие. Вести тренировочные бои. Показательные. Так, еще раз осознательность. Давай, либерастов, может, поднимем. Война во имя мира. Теперь победившая в Великой войне страна сможет кучу требований выдвинуть. Что мы обязательно сделаем потом, когда сами развяжем Великую войну. Как-нибудь сами. Культуру Камп. Ага. Подравить организации. Наверное. Ну, и все. Сейчас. Опа. Перестановочки в верхней палате. И начинается избирательная кампания. Но об этом уже в следующей, господа, серии. На этом пока все. С вами был Дмитрий Тро. Подписывайтесь на канал. Для этого видео ставьте подписчики. Всего доброго. Увидимся с вами в предположении. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you guys.